всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена девочки сегодня я хочу показать вам результат моей работы это пляжная туника связанная филейной сеткой крючком и я также добавил элемент обвитые столбики хочу вам рассказать по этой модели вот кстати очень многие мне пишут что алена очень хочу научиться вязать крючком или вот жалко что я не вижу крючком я бы там вот какую-нибудь модель бы связала девочки вот это вот хочу вам сказать как раз вот прекраснейшая простейшая базовая модель именно для начинающих чтобы что-то попробовать и связать крючком это действительно очень простая модель она очень легкая я сейчас все объясню и я сейчас все покажу все будет очень понятно просто прошу пожалуйста слушайте внимательно итак начнем с того я сделала здесь некоторые записи и буду просто вам показывать потом естественно я также покажу как я вязала филейную сетку и как я делала обвитые столбики то есть это пляжная туника филейной сеткой на размер с ну плюс обвитые столбики как я уже сказала значит ширина изделия уже прошло изделие в это ширина изделия 50 сантиметров длина изделия составляет 70 сантиметров ширина плеча вот в этом месте до начала оформления горловины это 18 сантиметров высота проймы 17 сантиметров ширина рукава соответствует также высоте проймы 17 сантиметров так как я вывязывала рукав просто из проймы и как вы видите у меня здесь прямая пройма без оката это тоже кстати очень просто длина рукава 16 сантиметров значит высота выреза горловины у меня 12 сантиметров то есть я померила вот именно это место вот там где у меня уже началось разделение это я не делала здесь никаких каких-либо там убавок или чего это просто здесь разделение и так как ну в процессе вот видите носки так как я здесь вот в дело вот такой шнурочек то получается что вы горловинку можете растянуть в разные стороны и вот так красиво получается филейная сетка состоит из очень простого узора и это сначала 1 столбик с накидом 2 воздушные петли затем снова 1 столбик с накидом и 2 воздушные петли то есть вот посмотрите пожалуйста вот так выглядит филейная сетка вот это столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом и так все время вы вяжете вязала я не по кругу это поворотное вязание горловину и потом также вот здесь внизу разрезы я оставила то есть я просто изделие не сшивала в этом месте и у меня вот получилось вот такой вот разрезик здесь и так же вот где горловина как я вам уже показывала я не стала делать шнурок гусеничка он очень красивый да но так как вот поймите само изделие оно связано филейной сеткой само изделие оно получилось легкое то просто если бы я вязала шнурок гусеничка он бы был слишком объемный для такой модели если у меня был какой-то узор возможно я бы сделала гусеничка она очень красивая кстати а здесь я просто взяла две ниточки и связала просто такой шнурочек из цепочки из воздушных петель и все и потом дело вот такие деревянные шарики но у меня вот по цвету просто нашлись такие оказались ну в дело их здесь сделала узелок теперь они у меня ну даже после стирки они не вытаскиваются также внизу я сделала длинную цепочку вот в две нити и также вот кончики но сначала я продела конечно шнурочек а уже потом в конце я вот проделал вот такие деревянные шарики и сделала здесь узелки то же самое естественно у меня и с другой стороны если вы не хотите делать обвитые столбики не делайте можно просто сделать обычную тунику филейной сеткой но мне хотелось внести что-то такое не нагружать как бы модель ну и чтобы присутствовал какая-то изюминка и я вот сделала вот такие обвитые столбики и смотрятся они на туники как будто это какие-то пришитые бусинки ну довольно таки симпатично на мой взгляд у меня было изначально 10 мотков осталось у меня 3 мотка вот посмотрите это вот такой обычный хлопок 50 граммах 125 метров это вот написано хлопок мета рекомендуемые значит спицы здесь три тройка или три с половиной написано стопроцентный вот мессеризированный хлопок написано это на сербском вот и в 125 в 50 граммах извиняюсь 125 метров то есть это обычный хлопок где в 50 граммах 125 метров если вы возьмете то такой хлопок подойдет вот под такую тунику у меня ушло 7 мотков вот 3 а . у меня еще осталось значит теперь как например вам рассчитать на ваш размер вот эту цепочку то есть вы для начала когда начинаете вязать вы набираете вот цепочку из воздушных петель и уже из этой цепочки из воздушных петель вы продолжаете ваше вязание цепочку из воздушных петель чтобы слишком не стягивать можно набрать крючком на размер больше я все изделие вязала вот крючком номер два с половиной у меня значит цепочку вы можете например набирать на крючке три или три с половиной если вы хотите чтобы у вас туника доходила до бедер то вы должны померить по бедрам именно от одного бедра до другого в ширину но саму цепочку старайтесь не растягивать сильно то есть если вы ее растяните на бедрах а потом начнете вязать и она у вас сузится то может получиться что в этом месте будет узковато но если вы будете вот так вот оставлять вот разрезы в этом месте да то есть их же можно расширить как угодно да или вообще например здесь шнурок не делать совсем растянуть чтобы она посвободнее было то в принципе это не критично или вы можете померить по какой-то своей уже готовой вещи так девочки но с чего начнем значит я набрала на эту модель вот у меня 126 воздушных петель почему потому что вот раппорт самой именно этой филейной сетки он состоит из 3 петель то есть получается вот смотрите как получается самого начала вот две петли и в третью столбик 2 петли и в третью столбик 2 воздушные петли и в третью столбик то есть получается вот раппорт самого вот этого узора это всегда три петли после того как я связала изделие но вот для записи я потом посчитала мои все столбики которые здесь у меня получилось 42 столбика я умножила на 3 и это получилось я набирала 126 петель то есть ну я конечно высчитывала набирала но я потом забыла я записи не всегда делаю а сейчас уже по готовой модели я подготовила для вас вот такие вот записи и вот здесь еще я тоже пометку сделала что у меня обвитой столбик состоит из 5 накидов да я тоже это потом покажу вам сейчас давайте ну что в принципе я все по модели объяснила а вот еще только что хотела сказать значит рукав и вот здесь по верху горловину я обвязала крючком рачий шаг как я уже сказала значит рукав я вывязывала из проймы сеткой точно также поворотно это было вязание туда-сюда и потом здесь вот просто внизу у меня шов я просто иголкой аккуратно просто сшила здесь и также сшила вот боковые швы для меня это не критично я не старалась вязать по кругу потому что однажды я попробовала вязать по кругу ту же сетку она стала косить мне бы этого не хотелось и распускать мне тоже не хотелось поэтому в этом случае я сделала просто вот здесь без шва сверху то есть я вязала весь рукав отсюда и сюда потом сначала а потом опять возвращалась назад и опять в эту сторону и вот так я вязала рукав а здесь я потом сшила значит по горловине что я делала я ничего не делала просто в области горловины вот здесь где я уже разделила свое изделие я просто делала обвитые столбики через ряд и вот именно где у меня обвитого столбика не было вот в это отверстие я продевала шнурочек а здесь у меня обвитой столбик и чтобы с этой стороны так сильно не тянулся край изделия я в конце дела два столбика с одним накидом чтобы здесь вот именно вот по горловине вот этот вырез он держался несколько плотнее чтобы и шнурочек вот так его не тянул чтобы вот так не получалось чтобы было да то есть ну вы можете так не делать это не обязательно это просто вот так вот мне захотелось знаете и я так сделала это не говорит о том что вы обязаны сделать точно так же нет конечно же нет когда я стала оформлять горловину вот в этом месте да многие могут спросить алена вот как вот оформлялся вырез например крючком как вот это делать здесь тоже ничего сложного нету я сейчас объясню вот смотрите у меня получился вот такой вырез горловины сейчас он уже конечно хорошо лежит потому что он у меня оформлен крючком уже все эта модель это прошла в т.о. и все это красивенько и ровненько я довязала полотно вот когда я разделила в этом месте сейчас секундочку постараюсь приблизить вот вот когда я разделила в этом месте вот здесь у меня разделение естественно я эту сторону стала вязать отдельно и потом эту сторону я вязала отдельно я связала в высоту вот у меня 12 сантиметров то есть это получилось раз два три 4 5 6 7 8 9 10 рядов высоту вот от этого места меня получилось 10 рядов я связала и я решила начать оформить но оформлять вот горловину вот значит я решила оформить вот именно в этом месте вот этот вот вырез горловины что я сделала когда я при поворотном вязании вот довязала до этого места я сейчас уже не помню с этой стороны я или с другой но это не столь важно вот я довязываю до этого места допустим вот и вот вот на при нормальной филейной сетки я должна была бы сделать допустим вот в этом месте вот именно в этом месте я вот по ряду поэтому вот один столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом 2 воздушные петли то есть у меня опять получилось бы ровное полотно а мне нужен был здесь скос то есть я дошла до предпоследнего столбика вот здесь я вот сделала столбик и здесь если вы вот сейчас сделали столбик это в разных рядах по разному если вы сейчас сделали столбик вы находитесь в лицевом ряду и вам нужен вот этот скос в этом месте вы просто делаете столбик с двумя накидами зацепляете его сюда то есть вы вверху вот здесь вот вы вяжете столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом остановились теперь делали 2 накида в предыдущий ряд вытянули весь этот столбик с двумя накидами и вы уже находитесь в этом месте вот то есть вы уже сюда не пошли и у вас начала оформляться горловина вы разворачиваетесь вам нужно опять вы не можете здесь сделать столбик то есть если вы столбик здесь делаете у вас получится как бы угол да то есть вы опять начнете напрямую выходить а вам нужен скос вот вы в этом месте и вы разворачиваете ваше вязание вот вы развернули ваше вязание и вам нужно сюда я сделала просто 3 воздушные петли 1 2 3 и сюда столбик с одним накидом и продолжила нормально вязать опять я развернулась там в конце вот я развернулась и я вижу вижу и опять здесь опять я делаю в предпоследний столбик один столбик с накидом а в последний я делаю столбик с двумя накидами и между ними я воздушную петлю не делаю снова разворачиваю снова делаю 3 воздушные петли и столбик в предыдущий и вот за счет этого за счет того что я всегда последний столбик пропускаю как бы я не делаю здесь вот этого квадратика у меня получается вот такой скос и потом на естественно после в это я все это естественно распрямляю я все это вытягиваю и вот за счет этого обратите внимание то есть вот когда вы вяжете филейную сетку вы всегда делаете в последнем ряду чтобы у вас было полотно ровно и столбик в столбик две воздушные петли опять столбик столбик последний вы здесь делаете три петли подъема 2 воздушные петли опять столбик с накидом а вот когда оформляете горловину нет вы как бы пропускаете это вязание вы заканчиваете ваше вязание на предпоследнем столбике здесь не делайте воздушную петлю если вы вяжете именно вот в эту сторону то здесь делаете столбик с двумя накидами в последней и между нет воздушной петли развернули 3 воздушные петли и сразу соединяете вот сюда с этим столбиком то есть 3 воздушные петли и сразу столбик с одним накидом вот сюда и потом 2 воздушные петли столбик 2 воздушные петли столбик опять провязали этот ряд вы вяжете опять назад вы опять вот в этом месте по лицевой стороне здесь вы нормально вот вяжете сетку сетку сетку. Здесь вы дошли вот до этого места, где вам нужен скос. Вы делаете один столбик с накидом, сразу один столбик с двумя накидами в соседний и продолжаете опять 3 воздушные петли и так далее. За счет этого получается вот такой именно вырез оформленный. И также вы делаете и с этой стороны, но только уже в зеркальном отражении. Девочки, может быть я сейчас как-то путанно объяснила, но если вы еще раз внимательно послушаете и самое главное возьмете крючок и в процессе вязания будете слушать мои объяснения и повторять, то я уверена у вас все получится. Если же вы тем не менее сомневаетесь или для вас сложно было понять мои объяснения, кто начинающий, вы точно так же можете в поисковике задать оформление горловины крючком, то есть оформление выреза горловины, при вязании крючком. И вам высветится множество видео и вы можете из них выбрать то, которое вам будет более понятным. Итак, хочу вам показать, как я вязала вот филейную сетку и как я делала обвитые столбики. Я просто для образца набрала вот здесь вот несколько воздушных петель. И сейчас я вам покажу. Вот когда вы набираете наборную цепочку, потом хотите выйти из этой наборной цепочки уже в узор и начать вязать изделие. Значит, вот вы набрали, к примеру, достаточное количество петель для вашего изделия. На ваш размер, естественно. Вот вы подошли к концу и вот эта последняя петелька. Здесь вам нужно сделать 3 воздушные петли подъема. То есть вот 1, 2 и 3. Эти 3 воздушные петли подъема у вас соответствуют одному столбику с одним накидом. То есть 1 столбик с одним накидом у нас сделан. Теперь нужно сделать 2 воздушные петли. Я делаю 2 воздушные петли. И теперь вот от первой вот этой петельки, вот где я сейчас держу, нужно отсчитать 2 воздушные петли и в третью сделать столбик с накидом. То есть вот она. 1, 2 и вот в третью вот сюда вот я должна сделать столбик с одним накидом. Когда вы делаете с наборной цепочки столбик с одним накидом, попытайтесь крючок не за одну ниточку вот здесь захватывать в цепочке, а как бы за 2, чтобы лучше держался ваш столбик, чтобы он лучше ну как бы смотрелся. Вот теперь фокус хороший, то фокусируется у меня на изделии, извиняюсь, но вы меня поняли. То есть вот первый ваш как бы вот столбик и здесь сейчас так плохо видно, кажется, что это такой ну полукруг, но когда вы будете обратно поворотным вязанием вязать в этом месте и вот здесь вы сделаете столбик с накидом, тогда у вас будет здесь уже выравниваться. Далее 2 воздушные петли вы снова делаете и снова делаете 1 столбик с накидом и внизу вы также от вот этого столбика вы пропускаете 2 воздушные петли. да вот раз 2 снова и в третью вы снова делаете вот этот столбик с накидом вот да сделали вот у вас уже получается что-то. Девочки я извиняюсь так на камере нет а у меня ноготь прям на задача обломился под корень но я думаю что это не критично вы все это понимаете отнесетесь к этому с пониманием так далее 2 воздушные петли и снова столбик с одним накидом внизу от этого столбика 2 воздушные петли пропустить и в третью опять этот столбик и так далее и так далее вы вяжете до самого до конца вот теперь я подошла к концу я развод вот вот сетка вот я ее связала той длины какой мне надо на мое изделие вот я разворачиваюсь я разворачиваюсь снова и я снова делаю 3 воздушные петли подъема еще 2 воздушные петли столбик с накидом и у столбик с накидом у меня идет вот в предыдущий вот столбик с накидом предыдущего ряда неправильно сказала дальше 2 воздушные петли снова снова столбик с накидом снова в столбик вот сюда предыдущего ряда вот так и вот так снова 2 воздушные петли и вот здесь внизу где у меня был набор я 2 петельки пропускаю и в третью я делаю столбик с одним накидом вот сюда это последний до столбик у меня и снова разворачиваю свое изделие вот у меня теперь в этом месте уже вот видите уже тут вот видно теперь уже тут не полукруг такое а потом вы можете например низ изделия тоже обвязать крючком оформить чтобы у вас хорошо получилось ну то есть как вот вяжется филейная сетка я думаю принцип вы поняли при поворотном вязании теперь давайте я покажу вам обвитой столбик то есть допустим вот вы вяжете 3 воздушные петли еще 2 воздушные петли и теперь накид и вот сюда в этот столбик к примеру предыдущий так мы продолжаем вязать филейную сетку теперь я делаю снова 2 воздушные петли и вот сюда снова в столбик столбик с одним накидом и вот теперь я хочу сделать здесь обвитой столбик да то есть вы можете их делать каждый раз через раз через две через два столбика у меня например вот два столбика пропущено вот обвитой столбик 2 пропустила обвитой столбик потом я несколько рядов вязала без столбика потом опять повторяла их можно повторять в шахматном порядке как вам захочется через два через три ряда то есть это на ваш вкус и так вот столбик этот нужно сделать обвитой я делаю одну воздушную петлю немножечко разворачиваю так вязание как бы да вот этот столбик мне его надо обвить сейчас и я его начинаю обвивать в моем случае как я уже сказала это 5 столбик с пятью накидами вот обвитой столбик с пятью накидами то есть я делаю накид завожу крючок за столбик захватываю нить вытягиваю наверх снова с этой стороны накид под столбик захватываю вытягиваю с этой стороны накид под столбик захватываю вытягиваю с этой накид под столбик захватываю вытягиваю накид захватываю вытягиваю вот пять моих накидов вы когда их вытянули вы старайтесь их немножечко подтягивать чтобы они у вас были с воздухом чуть-чуть так сказать да если потому что вам надо будет сейчас захватить нить с этой стороны крючок и протянуть ее сквозь все эти столбики петельку а теперь эту петельку нужно закрепить и у вас получился вот такой обвитой столбик и вы делаете накид и теперь пропускаете две воздушные петли и в третью вы делаете столбик с одним накидом и продолжаете нормально ваше вязание и у вас в этом месте получился вот такой пухленький обвитой столбик количество накидов вы можете тоже регулировать самостоятельно хотите попышнее делать делайте 5 6 7 сколько у вас получится смотря какая у вас пряжа и смотря какой пышности этот столбик вы хотите сделать не хотите 5 ну сделайте 3 допустим накида то есть столбик пышный с тремя накидами то есть вам нужно попробовать посмотреть не понравилось вернулись это же не страшно распустили и сделали допустим вот петелька я ее вот сейчас поймаю и допустим можно сделать вот 1 2 3 4 5 6 7 и даже ой извиняюсь 8 вот главное не затягивать протягиваю я петельку закрепляю ее и продолжаю свое вязание филейной сеткой вот так же столбики с накидом и у меня уже получается вот прям такой вот а вот из 8 прям получается пухленький пухленький то есть вы определитесь уже сами как вам захочется это сделать пышней или наоборот не так пышно или вы вообще его делать не будете не обязательно его делать это просто была моя фантазия а вы конечно же сделайте как вам захочется но я думаю что ничего такого сложного нет даже для начинающих это понятно если все-таки мои объяснения были вам непонятны точно также можете вы задать в поисковике обвитой столбик крючком вам высветится несколько видео и вы можете выбрать для вас самое самое вам понятное ну вот мои дорогие девочки мои дорогие мастерицы на этом я хочу закончить свой обзор по этой туники мастер-классом я назвать это не могу потому что я здесь ничему особенному вас не научила ничего особенного не рассказала просто рассказала вот чисто обзор по моей модели как я вязала если вам это поможет вязание если вы захотите связать такую модель как у меня я буду только рада буду очень рада если вы пришлете мне фотографии ваших готовых работ я с удовольствием добавлю вашу фотографию в мое следующее видео в следующий выпуск это уже будет часть 3 ваши замечательные работы по моим мк всем желаю всего самого наилучшего прекрасного дня отличного настроения легких петелек вдохновения и до новых встреч